Изображение фронтовой медсестры на здании Рязанского медицинского университета было выбрано не случайно. В нашем городе и области в 1941-1942 годы войны, особенно в период обороны Москвы и подготовки к контрнаступлению, было организовано немало госпиталей. Несколько из них работало в зданиях, которые принадлежат РязГМУ. Теперь такой паблик-арт на здании медицинского университета будет напоминать о том непростом времени и важной роли врача. Наверное, говорить об актуальности и уместности появления портрета фронтовой медсестры на здании медицинского университета и в преддверии года празднования 75-летия Великой Победы не нужно. Ну а форма и стиль данной работы в очередной раз подтверждает стремление нашего университета во всем идти в ногу со временем. Изображение фронтовой медсестры сделал Александр Демкин. Художник отмечает, что это именно паблик-арт, а не граффити. Многие называют это граффити, но на самом деле это уже культура как бы разрослась, она усложнилась. У всех как бы своя философия, но эта работа относится как бы к паблик-арту. То есть это как бы легально, это диалог со зрителем, то есть непосредственный контакт. Сегодня у молодого художника немало произведений в жанре сюрреализма. Его стиль узнаваем, он работает в основном с образами в контексте города. Александр рассказал, как создавал образ фронтовой медсестры на здании медицинского университета. Ну это сложно. Все-таки пятиэтажный дом и погодные условия, все это вводит в свои корректировки. Но сделал я за где-то дней шесть отсылка к военному времени. Вот, то есть такой образ собирательной медсестры, ну который в свою очередь выполняет назначение вообще этой территории, этого здания. Надо сказать, что изначально идея нанесения изображений добровольческой и патриотической направленности принадлежала Рязанскому региональному отделению Всероссийского общественного движения. Волонтеры Победы. Именно они выступили с инициативой, которая была поддержана на федеральном уровне. Изначально идея нанесения изображений патриотического и добровольческого характера принадлежит Рязанскому региональному отделению движения Волонтеры Победы. Именно они выступили с этой инициативой и получили федеральную поддержку. Принимая во внимание тематику данного рисунка, Министерство образования и молодежной политики предложило нашему университету принять участие в реализации данного проекта. Изображение фронтовой медсестры на здании медуниверситета, несомненно, порадовало горожан. Они надеются, что паблик-арт будет развиваться в нашем городе и дальше. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».